Весьма сирпичей, это 8 поддонов кирпича, 2,5 тысячи кирпичей. Он разогревается в течение 4 часов. Пламя светло-желтого цвета, это 850-900 градусов по хроматической таблице. Взади стенки топливника имеется катализатор. Швы белые, там еще теплее, 29 градусов шов. Я всегда затыкаю ваткой, то есть вот эти канальные прочистки. Будет абсолютно чистый, мягкий пар с температурой 200. Всем доброго дня, с вами компания Печный мир. Сегодня мы у Александра Валентиновича в гостях. На этой печи мы уже были 2 или 3 раза, смотрели, как она строилась, поэтапно проговаривали про многие нюансы. А сейчас мы приехали снять уже готовую печь. Александр Валентинович, приветствую. Готовая печь, и сейчас мы как раз уже поговорим о том, как она затапливалась, какие результаты есть, добился ли ты того, что хотел, может, больше результат получил. Ну, сейчас все по порядку расскажу. Ну вот, печка топится, топится. Мы приехали сюда час назад, час назад. В помещении было минус 4, ну и, соответственно, стенки печи были тоже минус 4 градуса. Через час, вот сейчас, в данный момент, уже плюс 1 градус, да, на градуснике? Да. Плюс 1 градусник. Плюс 1 градус на первом этаже, то есть вот там, в тех помещениях. Значит, печь, мы будем говорить о теплоемких банных печах, значит, печь занимает, ну, в плане, да, вот, видите, метр 80 и 2,20, она в парилке, 2,20 и еще метр 50. То есть, получается, почти 4 квадратных метра она занимает, печка 4 квадратных метра, умножить на теплоотдающую поверхность на 2 метра, ну, на метр даже 90, 4 умножить на метр 90, да, это, грубо говоря, 8 квадратных метров теплоотдающих поверхностей. То есть, поэтому, поэтому вот сейчас от момента затопки, через час уже здесь начало тепло поступать. То есть, это вот, ну, от дверки, да, то есть, и с той стороны от каменки, то есть, и уже начал процесс разогрева помещения идти. Весь массив печи, это 8 поддонов кирпича, 2500 кирпичей Он разогревается в течение 4 часов Горит умеренно, горение умеренное, не быстрое, не такое что-то вууу То есть горение умеренное, топка турбированная Значит, где мы получаем максимально возможные температуры Сейчас она горит у нас в умеренном режиме, да, в умеренном режиме Пламя светло-желтого цвета, это 850-900 градусов по хроматической таблице В задней стенке топливника, да, имеется катализатор Туда подается воздух вторичный, который поступает из подшамцов, с парилки из-под пола Мы видим пламя желтого цвета, да, потому что оно остуженное сейчас, поток холодного воздуха большой Проходя через катализаторную решетку, он обогащается кислородом Вот если дальше вдаль факелков посмотреть, они там ярче гораздо, они там белого цвета, ярко-белого цвета, да То есть вот конец факела, который через щелку прошел, да, мы видим, что они там гораздо ярче То есть температура пламени там выше Это за счет того, что они обогатились кислородом и пошла реакция догорания пиролизных газов, да То есть температура факела увеличилась Там как раз у нас находится задняя часть и самая глубокая часть каменки, куда уложены камни, да, для, ну, каменка для бани То есть камни, то есть самая жаркая часть факела, она бьет на каменку Днище каменки самой, это вот потолок топливника, да, то есть верхняя часть топливника, она перекрыта чугунной каменкой Это ложа куриных, значит, в него укладываются камни и пламя, получается, облизывает ее всю, то есть включая самую глубокую домную часть, которая за перевалом Значит, чтобы напитать этот массив теплом, мы должны это тепло получить из дров, да, то есть дрова, если мы будем сжигать в обычном режиме, ну, температура топливника по ГОСТам 650-800 градусов То есть это с любых дров, верхняя часть факела Зона углификации, это на колосниках около 1000 градусов Средняя часть, где уложено топливо, это 900-950 градусов А верхняя часть, где идет уже дегазация древесины и выделяется влага, да, то есть которая там есть в дровах То есть температура факела падает из-за нехватки кислорода, потому что тот кислород, который был предназначен для сжигания, он израсходовался вот в этой части топлива Мы это прекрасно видим, вот смотрим, где угли, да, у нас, там более яркое пламя, а вот вверху, где уже недостаток кислорода, да, там оно, ну, такое потемнее маленечко, да Значит, в этой топке реализовано что? Ну, здесь это даже не сильно увидим в обычных топках, мы это хорошо видим, а здесь подача воздуха осуществляется с боков, через боковые стенки Вот ребреная, да, топливник через боковые стенки, там есть щели по 6-7 миллиметров, через них подается воздух во всю толщину факела Также воздух подается в заднюю часть стенки, чтобы ему дожечь То есть мы это сейчас вот хорошо увидели, что факелки, которые проходят через катализаторную решетку, хвосты у нас имеют более яркое свечение, то есть более высокую температуру Значит, идет реакция догорания и увеличение температуры факела Не тоже вторичные получается, да? Да, вторичные, да, за счет вторичного воздуха, то есть за счет вторички увеличивается температура факела на конце, да, то есть то, что у нас дальше дымовые газы заходят в каналы Каналы, которые распределяются по массиву печи, то есть они имеют у нас уже повышенную температуру даже относительно топки Вот это сделано для того, чтобы разогреть весь массив такой большой, да, то есть чтобы хватило тепла на разогрев всего массива Значит, в печи реализованы внутренние конвективные рубашки, наружные и внутренние, то есть есть подача воздуха Через вот здесь вот имеются воздуховоды, вот забор воздуха за колоннами Значит, здесь вот канальчики вот такие, да, открытые Отсюда поступает воздух, вот, вот здесь вот, туда, за печку И там, там внутри печи, между контуром, который греется и который не греется, то есть щель 6-7 сантиметров, то есть он там нагревается, поднимается кверху и выходит в парилку В парилку, да, то есть как бы свежий воздух, нагреваясь, замещается в парилку Другой воздух, который отсюда тоже поступает, значит, запитываются еще два канала, которые идут внутри печи, между дымоходами То есть раз дымоход, два дымоход, между ними еще один канал конвективный, чтобы от стенок дымохода топливник нагревается, да, то есть он отделен от дымохода вот таким каналом То есть тепло от топливника параллельно скидывается отдельное тепло, топливник быстрее разогревается, чем щиток И вот это тепло от внутренней стенки топливника тоже оно конвективным образом скидывается в парилку, то есть поток поднимается То есть он оттуда взялся же с парилкой Вот он отсюда взялся, нет, отсюда взялся, да Но еще туда, во внутренней конвективной рубашке, поступает воздух вот отсюда, вот с этого поддувала. Когда мы его открываем, мы открываем шанцевые каналы, печка стоит на шансах, здесь мы этого не видим, здесь она глухо стоит на полу. А задняя часть парилки стоит на шансах, то есть там имеются воздуховоды, и воздух из парилки, поступая под печку, заходит вот в это поддувало. Он используется для горения, для горения частично, а частично поступает в конвективную рубашку, то есть просушивается, подогревается и обратно поступает под потолок, заполняет, обеспечивая круговую такую рентиляцию внутри парильного помещения. Вот таким образом печка разогревается и снутри, и снаружи более или менее равномерно, более или менее. Значит, конвективная система разбита на два крыла, правая и левая, то есть это отдельно взятые. Значит, колпаковая система с рассечками, то есть как бы в отдельном случае справа и слева, и общая тепловоспринимающая поверхность здесь развита примерно до 16 квадратных метров, о чем я говорил в предыдущих роликах. То есть внутренняя часть, она же тоже считается? Внутренняя часть, которая отдает тепло, да. То есть мы тоже считаем эти поверхности, потому что они тепло отдают в помещение, то есть не вовнутрь себя друг друга греют, а в помещение за счет конвективного воздуха, который поступает вот отсюда через вот этот вот канал. Здесь вот 20 сантиметров от пола заходит туда воздух и поступает в конвективную рубашку по наружным стенкам печи. Отсюда воздух заходит во внутреннюю конвективную рубашку, которая между канальной, между топливником и основными, так сказать, элементами щитка. Там вот он нагревается и выходит тоже в парилку. То есть таким образом удалось увеличить теплоотдающую поверхность практически почти в два раза. То есть вот на этом периметре. Печки, вот если мы посчитаем по наружным стенкам только теплоотдающую поверхность, да, ну вот это можно не считать, потому что это холодная часть. Это тоже холодная часть, это не теплоотдающая поверхность. Теплоотдающая поверхность только вот возле топки, да, вот это маленько, вот здесь в данном случае. Здесь тоже, это тоже фасадная часть, она просто отгораживает парилку от, так сказать, от трехожей. Сама печка находится через 6 сантиметров от вот этой стенки, там внутри сама печь. То есть массив, через который проходят дымоходы через 6 сантиметров. То есть вот та часть внутренней печки, которая греется, она отдает тепло вот в этом канале между вот этой стенкой и внутренней. И он поднимается, уходит в парилку. Это дает теплоемкость, значит, мы защищаем выстывание, ну то есть парилочный воздух, понятно, объем помещения меньше. Мы его нагрели, допустим, до 70 градусов, да, и у нас он не выстывает, нагревая вот это помещение, вот то, вот то вокруг. То есть он не рассеивается, это тепло. Оно уходит обратно в парилку. То есть таким образом поддерживается температура внутреннего массива печи, то есть без сильного выстывания. Значит, по тестированию этой печи при разогреве стенок до 90 градусов в среднем, да, ну будем говорить при разогреве стенок 90 градусов в парильном отделении, потому что здесь была задача эту стенку сделать холодную, потому что помещение такое небольшое, да, здесь. И чтобы не было жарко, после бани вышел здесь чай попить, посидеть, отдохнуть, чтобы здесь не было жарко, то есть была такая задача. Поэтому вот эта фасадная часть, она у нас холодная, она вынесена просто сюда, ну так вот, вот, ну просто для красоты, просто фасад. А сама печка, сама печка находится за фасадом вот там внутри парилки. То есть через, вот отсюда через 12 сантиметров, а здесь вот получается через 25 сантиметров, да, то есть здесь тоже через 25 сантиметров. То есть она вот там отделена каналом 6-7 сантиметров, вот эта стенка, вот эта плоскость продолжается вот туда, да, то есть мы видим вот эту толщину, это вот как раз тот самый конвективный канал между фасадом и наружной части печки. про площадь может про площадь характеристики да значит ну вот здесь мы имеем парильное отделение да все все лючки то есть ревизионный да у нас по обслуживанию печи находится здесь в удобном месте то есть чтобы можно было достать и прочистить все каналы в ту и в эту сторону есть вот такие красивые красивые плинтуса значит так же как там сделано да я говорил что печь подняться поднята на шансы на шансы что такое шансы на вот 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 у нас по вот у нас воздуховоды на здесь у нас воздух заходит вот он куда двигается здесь прямо тут чувствуется прямо дует очень сильно тянет предлагаю попробовать нужно туалетную бумажку поесть сквознячок сейчас холодно ощутимо то есть отсюда холодный воздух забирается для горения это каменка здесь оборудована ложем куриных значит загрузка 350 400 килограмм камней ну вот сделали такое на верши красивые такие плинтуса свет в печку как обычно монтировали всегда всегда своих печках такой свет я уже сейчас здесь же не надо больше этого это зона релаксации поэтому здесь большего света в принципе и не надо может быть еще два светильника будут для уборки по углам для общего света и все то есть как вот здесь будут полки размещены и этого более чем достаточно то есть зона инфракрасного излучения печи да то есть когда она греется печка из кастовых испытаний греется значит вот здесь в этом месте до 110 градусов здесь стенка толщиной 18 сантиметров 18 после четырех часовой топки 90 градусов вот здесь на первом ряде от плинтуса а вот здесь вот здесь 80 85 градусов то есть меньше под перекрыши первый ряд но перед первый ряд карнизов плинтуса да это как раз перекрыши каналов то есть вот здесь у нас прочистка последний канал да то есть идет коллектор в трубу да то есть собирается газов с обоих плечей с обоих колпаков собирается здесь поворачивает и уходят оттуда в трубу там труба у нас посредине печи то есть вот это место греется но 85 90 градусов а низ низ печи прогревается но более более чем до 100 градусов то есть это печка с нижним прогревом если мы потрогаем уже тут явно ними ну вот двадцать четыре градуса тепловое петло до 25 27 швы вот швы белые белые прямо еще теплее 29 градусов шов а кирпич кирпич 26 градусов а шов 29 градусов 20 мы здесь то же самое то есть здесь вот перекрыши до перекрыши она она потом более холодная и вот следующий ярос колпака 26 градусов да то есть вот вот мы видим вот здесь от задвижки версии то что такое нет дверца у нас перекрыта латкой чтобы дверка не коптилась и не нагревалась до критических температур когда даже металл тепло быстро проводит и если она нагреется до 70 до 80 градусов да и ты вот так не прислонишься об ее бордишься это лайфхак да то есть я всегда всегда чтобы она была чистенькая без всякой сажи без всего то есть вот я в любой момент могу ее открыть там у меня запечатано все латкой то есть везде во всех печах где можно дотронуться лебедите где декорда то есть я всегда затыкаю латкой то есть вот эти канальные прочистки убрать ее никаких проблем нет взял пальцами и вытащил а зато дверка при этом не греется да то есть она имеет ровную температуру окружающей среды здесь будет 30 30 будет 50 она будет 50 то есть но не больше чем кирпич то есть мы сейчас вот видим она холодная 11 градусов всего дверка вот мы видим а рядом здесь уже один назад а кирпич 27 27 на кирпич 27 здесь да ну и вот видите вот верхний верхняя часть колпака вот она мы хорошо видим да смотрите 27 градусов вверх вот под карнизом да под карнизом второй ряд 31 градус вот здесь 37 градус кирпич уже нагрелся топочная часть и расстояние топочную часть самый это самый дальний угол да то есть здесь вот тоже видим вот он подъемный канал вот и видим вот разогрев вот этого места вот максим николаевич потрогает на ощупь за 30 до смотри пишут на руки погреть до 36 градусов 26 градусов то есть у нас мисс более горячий о чем я говорил да значит здесь вот 28 27 градусов да вот он поднимается у нас как на рентгене все видно да смотрите 28 градусов 28 внизу 30 и вот 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 он у нас подъемный канал до в самом конце это дальнее плечо от топки до дальние то есть оттуда вот газа проходят сюда поднимаются и потом назад возвращается таким же периметром значит это обозначает что внутри стенки тоже разогреты даже более чем до 30 градусов то есть уже конвекция вполне идет а соль у нас соль час соль он 5 градусов всего 7 температуры 6 и 47 градусов то есть холодненько здесь от камень когда из-под камент идет тепловой удар вниз в стенку то есть этот стенка толщиной 18 сантиметров сейчас она разогрета 24 градуса вот здесь 18 сантиметров 24-25 градусов до разогрет 18 сантиметров а там 12 сантиметров она разогрета с дальнего плечо разогреты 34-33 градусов ну здесь вот перекрыс prophecy она толстая она разогреется со временем да то есть через два часа будет одинаково левое плечо смотрим значит вот опять видим как на рентгене все 24 градуса 24 25 и там увидели такие же показания 26 градусов 27 градусов то есть равномерность я к чему говорю что равномерность разогрева то есть вот мы видим угол перегревов нет перегревов нет ну или по крайней мере быть выделяющихся да 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 вот она вся в принципе равномерно этот подъемный канал да то есть ну как видим по массиву то есть после всех этих испытаний ни одной трещины нигде нету хотя эту печку но они уже топили то есть неоднократно по цветам побежалости в топке да то есть шоке в шамот стал черным мы видим что температура в топке развивалась более 1000 градусов 1000 100000 может быть на 1100 градусов да потому что шамот начинает съесть при температуре 950 980 градусов шамотный кирпич начинает синеть то есть приобретает цвета побежалости а при 1150 180 начинает оплавляться при подаче воздуха более чем в два раза скажем для потребного для горения вот поэтому тоже в каком состоянии топка это она не копченая то сейчас шамот стал такого цвета потому что температура была за тысячу градусов до температура то есть этот топливник развивает температуры более 1000 градусов когда нормальные дрова так сказать да сухие и соответственно длина факела длина факела вот мы видим да вот дальний 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 канал подъемный дальний да он разогретый сильнее да через на подвертке потому что происходит что удар газового потока да он подворачивается начинает подниматься там создаются зона турбулентности и меня на повороте и соответственно более плотный контакт дымовых газах со стенками поэтому вот на всех поворотах всегда мы видим тепловые пятна более плотный контакт еще хотел спросить выходы то что у нас каналы внутри идут конвекция до кондиционный канал говорю внутри печи то есть он выходит перекрыши сверху да приходится в перекрыши то есть это идет вот один щиток идет второй щиток между ними есть канал то есть конвективный он выходит вот сюда со мной так же сюда сюда же сюда тебя тепло выбрасывает и такой да за счет этого возрасте сушится тоже точно влажность это сушится даже влажно подтягивается да да он подтягивается отсюда снизу влажный проходят через в таком случае то есть это важен зашел влажность влажность древесины допустим 20 процентов да вот ну сейчас там 25 до процентов влажность древесины влажность воздуха допустим вот но сейчас не топливная была баня ну 60 65 процентов мы затопили печку значит нагрели кирпич тоже влажность имеет такую влажность окружающей среды да то есть мы его нагрели на 10 градусов даже кирпич то за счет чего он потерял влагу он начал дегазироваться процесс нагревания сопровождается с процессом дегазации то есть кирпич осушился следующая порция влажного воздуха подходит и наружные поры его способны себя впитать впитать в таком виде печи и клиенты часто попадаются то есть такие клиенты которые готовы встать и кирпичные печи топить да но это же не час не два ну когда период временно подготовить а потом уже опять же палец там сутки двое то есть много таких клиентов или ты их как раз заезжаешь свою энергию что ты делаешь нет изначально то есть изначально клиенты стоят задачи я хочу сегодня париться и завтра хочу париться и исходя из этого когда стоит задача сделать теплоемку печь конечно это непростая задача сделать теплоемку печь вот на этой печи мы втроем работали три месяца три месяца она достаточно сложно у нас есть предыдущие ролики где там потроха до печи то есть сняты достаточно сложное в исполнении с перевязками с армированием то совсем то есть с между канальными рассечками то есть вот это все надо вымерить выпилить подогнать То есть, чтобы шов был минимальный и так далее. То есть, это все кропотливая работа сложная. Но она что? Эта печка остывает двое суток до температуры 50 градусов с 90. То есть, когда в среднем она разобьет до 90, через двое суток температура поверхности печи 45-50 градусов. Через двое суток. Через 48 часов. Это вот по заявлениям заказчика и я сам, когда ее топили, тестировали. Ну, при таком цикле уже не допариваешься, ее просто подтапливаешь. Не обязательно топить ее 4 часа. Когда она разогрета до 60 до 50 градусов печку, то есть, достаточно две закладки, чтобы ввести ее снова в рабочий режим через два дня, допустим. Сегодня протопил, а послезавтра, допустим, затопил, еще раз подложил, и можно обратно идти париться. В таком режиме мы ездили, снимали печку в Грудинино, в Новогрудинино банную печку. Как-то давно-давным. Снимали, но не досняли, мы съездим туда. Никуда что-то не выложили и ничего что-то не сделали. И тепловизором я ее снимал. Значит, они там парятся в каком режиме. В пятницу печку топят, одну закладку плюс подложить и закрывают трубу. В субботу в 10 утра это банный день. В 10 утра затопляют, значит, одна закладка плюс подложить. То есть, это на два часа топки. То есть, в 12 часов они закрывают трубу, что называется, у банщиков укутать печь. Укутать печь. То есть, чтобы она равномерно разогрелась. То есть, в 12 часов закрывают трубу и в 2 часа они идут париться. Значит, с 2 до, там, скольки-то у них до 6, до 7 кто-то что-то приходит париться. В 6 часов приезжают друзья Антона. То есть, и они ее терзают часов до 12 парилку. Значит, а на завтра, в воскресенье, приезжают к жене подружки. То есть, и они тоже парилку терзают, не топя печку. В воскресенье. То есть, да, с часов с 11 часов до 6 вечера, там, всякие банные процедуры женские. И в понедельник Николай Николаевич, который их папа, да, то есть, он уже за 70, то есть, как бы, он говорит, мне жару не надо. То есть, я нормально в понедельник прихожу с 60 градусов. 60 градусов. Из опыта. Когда попросили нас поменять камни, которые выгорели, нефрит стал желтый, да, то есть, желтого цвета и начал крошиться, поменять камни. Мы приехали во вторник с Алексеем Ткаченко. Температура каменки была 170 градусов. Ясно, что мы ничего не смогли сделать. Печку они топили в субботу. Чтобы получить теплый чистый пар здесь, значит, мы делаем так. Чтобы получить хороший дистиллят, высококлассный, высококачественный, с температурой 200 градусов, 200 градусов, вода испаряется при температуре 100 градусов, да, то есть, когда мы так поддаем на камни в открытых каменках, мы получаем тяжелый пар, тяжелый пар с влажностью 100%. То есть, вода испаряется, вот он поступает в атмосферу. Он начинает конденсироваться, температура его падает до 95-93 градусов, то есть, ну, в момент испарения мы видим туман. Это происходит конденсация как раз образованного пара. Здесь что мы делаем? Значит, наливаем вот сюда один, ну, там, с пол-литра воды, 0,7, 0,5, 0,4 литра воды, быстренько, в разогретую каменку, да, вот сюда вот в ямку наливаем. Там чаша вот такой вот формы, вот такой, ложа для камней, вот такой формы. Здесь самая глубокая часть, вот здесь рядом. Берем ковшик и наливаем туда, допустим, 0,5-0,8 литров воды. И сразу же закрываем дверку, дверка герметичная, со шнурком. Закрываем дверку, все, она там, вода кипит у нас. Не замерется? Нет, она разом у нас не успела, не успела испариться, потому что сразу мы вылили 0,8, да, то есть, ей надо преобразоваться в пар, выкипеть. И она там у нас на дне чаши, там, кипит. То есть, пар фильтруется через камни, которые разогреты до 400 градусов, 450. И, соответственно, нагревается. То есть, вот он образовался при температуре 100 градусов, вода выкипела, да, превратилась в пар. И потом этот пар пошел через камни, которые нагреты до 400 градусов. Он нагревается, градуса до 200. То есть, когда мы дверку закрыли, температура воздуха там в каменке, ну, 450-500 градусов. То есть, подождали. Вода выкипела, шипение прекратилось, мы что, мы открываем дверку, ничего не происходит. все так так на месте стоит этот эффект мы снимали в бане в ангарске да получается всегда большим объемом да и он потом горя перегретый перегретый пар выходит прямо волной пара то есть с температурой 200 180 градусов то есть и с влажностью с влажностью не сто процентов с влажностью 50 45 процентов то есть выходит вот сюда виде горячей волны называется паровая волна вот когда так открываешь до вот этой стенки будет доставать когда в ангарске мы парились да то есть вот так поддаешь с открытой дверки ну до стенки полтора метра пробивая сейчас в помещении холодно захотелось прям горячей бане в парилку прям захотелось да еще напомнил как это было да но в майске вот где мы делали тоже ну примерно похожий концепт да то есть как было по ощущениям вот здесь будет то же самое то есть будет абсолютно чистый мягкий пар с температурой 200 задача была чтобы наружная печка печи не грелась да да о чем я показывал греется только вот возле топки да то есть мы никуда от этого не денешься 32 градуса перемычка дверка понятно горячее ну вот подошли к финишу значит у нас прогорела печка топилась полтора часа от минус 4 от минус 4 от минус 4 в парильном помещении она по периметру нагрелась до 29-33 градусов и даже в одном месте там 45 даже если это причем дальние плечо от топки то есть этого здесь поворот нижний еще такой же поворот вот здесь вот нижней то есть ну мы его там оттуда не видим то есть ну вот скажем вот здесь и вот здесь в этом месте вот тоже точно так же нагрет и задачи не стояла ее нагреть задача была показать но этих полтора часа Да, полтора часа мы за то, как на рентгене увидели, как газы движутся на печке, все каналы, как они разогреваются, мы увидели, как на рентгеновской пленке в тепловизор, прямо каналы увидели, подъемный, опускной, колпаки, все это стало видно сразу, даже по динамике температурной кирпича, чувствительность тепловизора 1,1 градуса, и цветовое пятно сразу меняется, оранжево-синее, то есть на градус холоднее, оно синее, на градус теплее, оно уже там розовое, оранжевое, то есть как бы там разбег 5-6 градусов, и мы видим контрастную цветовую картинку, то есть как все это происходит. Здесь у этой печки площадь, мы тогда считали на ролике, 16 квадратных метров теплодающей поверхности, то есть если она будет оставать 48 часов, это вот такая тепловая мощь печи, то есть 16 квадратов умножить на 400, на 400 ватт, 16 квадратных метров умножить на 400 ватт, много, да, и помножить, допустим, даже на 40 часов, когда она работает, отдает, то это очень много киловатт, но эти киловатты надо получить вот здесь, вот здесь, то есть если мы будем сжигать топливо при температуре 300 градусов, мы никогда этих киловаттов не получим, а вот если мы это же количество топлива сожгем при температуре 1000 градусов, тогда мы получим эти самые нужные киловатты, то есть и длину факела хотя бы 2 метра, то есть чтобы 2 метра факел получить, вот смотрите, дальнее плечо, вот она топка, она у нас ныряет туда, потом поворачивает, приходит вот сюда угол, да, то есть это 1,80 метра, и мы увидели в тепловизор, что это самое горячее место на ударе, то есть на ударе факела, то есть это вот он перевалился вот сюда, там стенка 18 сантиметров толщины специально, потому что это горячее место, потом он повернул и пришел сюда это метр восемьдесят от топки после перевала и 12 сантиметров кирпича разогрелись на ударном месте до 40 градусов предлагаю закончить хотелось бы подытожить мы здесь уже три видео до этого снимали как раз на одном на втором на третьем этапе здесь уже этап завершающий не увидим как работает печь полноценно так скажем парение но может быть когда-нибудь парение может быть и приедем попаримся если получится будет здорово а так хотелось показать уже готовое изделие как он выглядит и достаточно впечатляет своим массивом объемом ну и таким подходом а декоративность подходом именно что это все красиво смотрится технологичностью вот про холодную зону протеклую зону то здесь мы как раз видим тепловизор нам это доказать тепловизор доказательства то есть не надо играть до 90 градусов мы видим процесс разогрева от минус четырех до 30 градусов за два часа то есть это я думаю замечательный показатель то есть печка топилась в таком очень щадящим режиме вы видели да причем дрова не самого лучшего качества просто доски взятые с улицы обрезки досок какой они влажности какой они зольности вообще ничего не понятно это сосна была то есть даже не самая высококалорийное топливо ну что прощаемся давай интересно было информацию я думаю что мне интересно тоже будет интересно посмотреть и тем более что специалисты такого высокого уровня делятся об этом показывают внутреннюю кухню под его важно дай бог чтобы это пригодилось чтобы это пошло в пользу и чтобы было интересно думаю что будет наверно интересно может быть спасибо за внимание с вами кутузов александр компания личный мир ставим лайки подписываемся на канал